Азорские острова Азорские острова Они расположены посередине Атлантики, на полпути между Европой и Америкой. Азорские острова – кухня европейской погоды. В летние месяцы устойчивый Азорский антициклон соперничает с Исландским циклоном за доминирование в погоде над Европой. Когда преобладает Азорский антициклон, в Европе хорошая погода. Но когда вперед вырывается Исландский циклон, не забудьте зонтики. Побережье Азорских островов сформировано лавовыми потоками, которые стекали с вершин к морю. Черные лавовые поля достигали моря, некоторые даже континентального шельфа островов. КОНЕЦ Азорские острова расположены на Среднеатлантической гряде. Этот подводный горный хребет делит Атлантику почти точно пополам с севера на юг. Средняя глубина Среднеатлантического хребта примерно 3000 метров. Он был создан миллионы лет тому назад напряжением тектонических плат. Трещины и пещеры на глубинах от 10 до 30 метров являются идеальной средой обитания для прибрежных рыб. Морские окуни и желтохвостые макрыли встречаются здесь так же часто, как скаровые рыбы. Среднеатлантическая впадина также является частью Среднеатлантического хребта. И по сей день магма из недр земли поднимается здесь на поверхность. Среднеатлантическая хребта Среднеатлантическая хребта Возле Азорских островов встречаются три тектонические плиты. Африканская и Евразийская плиты соприкасаются с североамериканской плитой, что приводит к землетрясениям и извержениям вулканов. Поэтому Среднеатлантический хребет является одной из самых активных вулканических зон мира. То, что этот факт, не высосан из пальца, становится очевидным во время подводного ныряния у острова Пику на Азорском архипелаге. Из расщелин между лавовыми камнями и рифами вырываются кипящие столбы воды. Внутри земли, под корой, постоянно накапливается давление, прорываясь через тонкие капилляры на морском дне. К вящей радости рыб-кардиналов и морских лещей, которые любят играть с пузырьками. Вулкан Пику высотой 2351 метр является самой высокой горой Португалии. Этот стратовулкан высится над морем на одноименном острове Азорского архипелага. Последний раз он извергал пламя и пепел в 1752 году. С тех пор он молчит. Однако стратовулканы обычно извергаются с интервалом в 10 тысяч лет. По этому пику остается в списке действующих вулканов мира. Чтобы понять, сколь мощным было последнее извержение, достаточно совершить пятичасовое восхождение к краю кратера вулкана. В трубе можно увидеть застывшие лавовые потоки и каменные формации, которые медленно сдаются природе. Мох и растительность покрывают обрушившийся купол вулкана. Мох и растительность покрывают обрушившийся к краю кратера вулкана. Мох и растительность покрывают обрушившийся к краю кратера вулкана. Особенно причудливую форму имеют формации на северо-восточной стороне кратера. Именно по северо-восточному склону пику потоки лавы устремились вниз, в долину, сметая все на своем пути. Мох и растительность покрывают обрушившийся к краю кратера вулкана. Мох и растительность покрывает обрушившийся к краю кратера вулкан. Мох и растительность склон категории. Будklich прибыл, повышившийся к краю кратера вулкана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На вершине еще можно ощутить дыхание вулкана Внутри него из разных мест поднимается горячий пар Мистическое зрелище, особенно ранним утром Во время извержения вулкана расплавленные лавовые потоки формируют туннели Они появляются потому, что лава на поверхности остывает быстрее, чем в середине потока Через некоторое время, в зависимости от уровня охлаждения, лавовые потоки текут с разной скоростью Внутри намного быстрее, чем снаружи Формируются туннели, которые расширяются по мере продвижения лавы Эта пещера – один из бывших лавовых туннелей Внутри можно пройти по обширному лабиринту протоков, которые проделала лава во время извержения в 1752 году Повсюду можно увидеть на стенах царапины и трещины, которые оставил проносившийся мимо поток лавы А также застывшие капли лавы, которые торчат с потолка, как клыки акул Сегодня рухнувшие купола стали пещерами, в которых часто можно увидеть метровые сталагмиты, стоящие как алтари Кристаллические наросты на стенах позволяют определить состав некогда протекающей по туннели лавы Это любопытное поле деятельности для геологов Изучение консистенции стен туннелей может дать представление о силе извержения пику примерно 260 лет назад Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для таких стратов вулканов, как Пику, характерно то, что во время первого извержения вершину горы сносит напрочь Если извержение было недостаточно сильным и купол кратера остается, образуются вторичные кратеры, через которые потоки лавы устремляются в долин На пику произошли оба эти события Вот почему были сформированы многочисленные вторичные кратеры высоко в горах И сегодня плоту выглядит, как большие дымоходы Они характерны для пейзажа пику Землетрясения и извержения вулканов часто случаются на Азорских островах Самое большое извержение 1957 года создало вулкан Капеллиниуш на побережье острова Фаяу Фактически за ночь выросли на ровном месте 2400 квадратных метров нового острова с вулканом Одна деревня была разрушена, половина маяков острова засыпала пеплом И они внезапно оказались в центре острова Пришлось переселить 2000 человек Многие жители переехали в США благодаря особому закону, разрешившему их иммиграцию СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Разрушительную силу вулканов Азорских островов можно увидеть повсюду Дайверы постоянно сталкиваются с затонувшими зданиями, как, например, с этим маяком Это позволяет оценить безграничную мощь природы, которая медленно, но уверенно превращает рукотворные сооружения в обиталище для рыбы, растений и кораллов Следуя за пузырьками воздуха дайверов, можно ощутить мистические моменты Можно столкнуться с косяками морских окуней или макрелей, которые быстро завладели затонувшим миром людей Жизнь среди развалин бьет ключом Дайверы встречаются с разнообразными видами морских окуней и лещей Макрель доверчива и любопытна Им очень хочется узнать, что у аквалангистов на спине Косяки беломорского леща пасутся на высеченных камнях маяка Их мощные зубы позволяют рыбе отрывать пищу от камня Тем более, что здесь ее в избытке А здесь косяк сардин улепетывает от стаи макрелей Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В июле и августе на всех девяти островах Азорского архипелага пышно расцветают гортензии. Посетители могут любоваться контрастным пейзажем от разнообразия зеленого цвета, который может предложить плодородная земля, до всех оттенков синего разных видов гортензии. Кроме того, на островах можно встретить белую, розовую и фиолетовую гортензии. Моряки привезли этот цветок из Азии примерно 150 лет назад, и теперь метровая гортензия стала символом архипелага. По всему острову километровые ограды из гортензии тянутся вдоль улиц и домов, а также разграничивают пастбище. Плодородная вулканическая почва в сочетании с умеренным климатом действует как огромная естественная оранжерея и создает идеальные условия для роста. Особенно много гортензий на острове Фаял, поэтому его часто называют Голубым островом. Те, кто решится посетить остров, будет вознагражден захватывающими дух пейзажами с бесчисленных вулканических холмов и тропок вдоль береговой линии. Другие растения также изобильны, особенно азорский колокольчик и разные виды трав. Плодородная лавовая почва питает все растения. Этот ананас свидетельствует о давно минувших днях. Он напоминает о былом расцвете экспорта этих фруктов. Все, что здесь выращивается, некогда приносило неплохую прибыль. Апельсины, затем чай, а еще позднее табак пользовались популярностью в мире. Чай снова входит в моду, так как выращивается здесь без химических добавок. Поселившись на Азорских островах, люди не стали тратить время попусту. Первобытные леса, которые увидели здесь первые мореплаватели, почти полностью исчезли. Только несколько небольших участков сохранили свой первозданный вид, как, например, здесь на Фаяле. И тут можно еще найти местные растения, которые встречаются только на Азорских островах. Эти места располагают к самостоятельному развитию, и иногда некоторые растения могут отличаться от типичных признаков своего вида. На Азорских островах производится 25% молочной и сырной продукции Португалии. Коровы пасутся круглый год на высокогорных пастбищах и производят восхитительное молоко, поставляя не менее вкусное мясо. Путешественники часто сталкиваются со стадами рогатого скота, которые фермеры переводят с одного пастбища на другое. Все животные здоровы, а мясо вкусное и сочное. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Зона виноградарства на Азорских островах расположена в основном на островах Гроссиоза, Терсейра и Пико. Площадь виноградников занимает примерно 400 гектаров, а за год производится около 12 тысяч гекталитров. Вдоль западного побережья Пику простираются бесчисленные маленькие виноградники, разделенные каменными стенами. Поколение фермеров превращали эту скалистую землю в уникальный сельскохозяйственный пейзаж. Виноградники на Азорских островах требуют кропотливого труда и особых мер защиты. Участки окружены стенами из лавовых камней для защиты от сильных ветров и соленых морских брызг. Благодаря особой виноградной лозе под названием Курайс получаются вина высокого качества. Благодаря особой виноградной лозе под названием Курайс на первый взгляд запутанные линии стен кажутся лабиринтом. Но в этом безумии есть своя система. Во-первых, большие участки ограждены людьми. Сначала внешние стены выложили для защиты от набегов кроликов. Затем огражденная область была разделена небольшими внутренними стенами на участки в несколько акров. Поперечные стены создали небольшие площадки, заделы и проходы, где выращивали 3-4 виноградные лозы. Камни накапливали тепло днем, а ночью отдавали его. Кроме того, стены защищали от ветров и брызг. Традиции виноградовства и по сей день развиваются на Азорских островах. Аплотом ловли тунца остается Сан-Жоржа. Это маленький островок в пределах видимости Спику, и только местные могут здесь ловить. Обычно на Азорских островах тунца ловят удочкой. Сети здесь запрещены, в отличие от территории Португалии. Таким образом, здесь защищают стаи дельфинов, потому что вне территориальных вод дельфины погибают мучительной смертью в сетях больших рыболовецких флотов. Тунец обрабатывается вручную на самой старой рыбоконсервной фабрике на Азорских островах. Прежде чем тунец попадает в банки, его готовят в этих клетках. После этого он разделывается вручную на филе. Рыбка должна плавать в итоге, но в данном случае в масле. И, наконец, банки стерилизуют и запаивают. Теперь они готовы к упаковке. На фабрике работает примерно 200 человек, в основном женщины. Это примерно 20% жителей Сан-Жоржа. Понятно, что тунец способствует выживанию островов. Пищевая цепочка пока что остается цельной на Азорских островах. Наверху списка вместе с людьми остаются акулы. Они охотятся на макрель и других рыб, поддерживая биологический баланс. Пищевая цепочка начинается с криля, который приплывает на Азорские острова с гольфстримом. Криль – закуска номер один для многочисленных небольших рыбешек, но также для мант. Криль поднимается наверх из глубин Атлантики вместе с водой во время так называемого процесса подъема глубинных вод. Для обитателей рифового мира Азорских островов этот подъем воды – просто райский сад. Им нужно лишь открыть пасть, и пища сама заплывет в нее. Неудивительно, что косяки макрелей, окуней, барракут и лещей Считают эти воды своим домом. Пещеры и трещины обеспечивают идеальные условия для зарождения и воспитания молодняка. Биологическое разнообразие трудно описать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Скаты и осьминоги также прописались в подводном мире Азорских островов. Однако они не живут в открытом море, рядом с вулканом принцессы Алиса, например, а предпочитают отсиживаться вблизи побережья, на глубинах до 50 метров. Субтитры создавал DimaTorzok Само собой, среди рифов и на морском дне царит Суматоха и Давка. Главной причиной тому являются спинороги. Эти любопытные рыбешки живут косяками и все время плавают туда-сюда от одного острова к другому. Иногда их любопытство превращается в манию, и тогда дайверы поднимаются наверх после их болезненных укусов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все местные рыбки близко знакомы с акулами. Чаще других у Азорских островов встречаются синие акулы. Ученые полагают, что Азорские острова являются домом для самой большой в мире популяции синих акул. Животные наслаждаются идеальными для них условиями на глубине примерно в 10 метров. Плавание с акулами может быть самым захватывающим моментом в жизни аквалангиста. Зрители очарованы невероятно чистой эстетикой движений этого морского хищника. Тем более трагично, что многие виды акул находятся на грани исчезновения. Под угрозой находится даже жизнь синей акулы. Она уже включена в список исчезающих видов. По оценкам экспертов, примерно 2,5 миллиона акул стали жертвой преступной тяги азиатов к супу из акульих плавников. Трагично, что акулам просто отрубают плавники, а остальное выбрасывают. Но еще более трагично это для биологии. Поскольку акулы поддерживают биологический баланс в наших океанах, отделяя больную рыбу от здоровой, гарантируя нам здоровые рыбные ресурсы. Некоронованными королями океанов, однако, остаются манты. Вы их не увидите и не услышите, пока они внезапно не появятся перед вами, молчаливо проплывая над дайверами. Движения этих гигантских скатов, морских дьяволов, воистине величественны. Вместе с хвостом манта может достигать более 9 метров в длину. Размах крыльев скатов чаще всего достигает 7 метров. Они заглатывают планктон своим постоянно открытым ртом и отделяют его от воды через большие головные жабры. Взрослые манты могут достигать веса в 2 тонны. Часто морских дьяволов сопровождают рыбы-прилипалы. Эти рыбки длиной примерно 30 сантиметров прилипают к туловищу мант и таким образом путешествуют автостопом по океанам. Манты терпят их и даже вступают с ними в симбиоз. Согласно научным доказательствам, договоренность проста. Транспорт как плата за чистку. Манты тоже могут быть внесены в Красную книгу, хотя их численность пока что не под угрозой, они очень уязвимы. Как и дельфины, киты-гринды живут стаями или стадами. Среднее стадо насчитывает 20 особей. Кроме того, гринды обычно общаются с другими видами небольших китов, например, с серыми морскими свиньями или круглоголовыми дельфинами. Обычно гринды плывут неторопливо со скоростью 6 км в час, но если почуют опасность, могут развивать скорость в 7 раз больше этой. Когда они не питаются, гринды плавают и дышат все вместе и расходятся только в поисках пищи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Охота на китов на Азорских островах началась примерно в 1830 году. Сначала на Азорские острова за китами стали заходить китобои из Америки, затем из Англии. Вообще-то они шли сюда не для охоты на китов, а за провизией, чтобы отремонтировать свои суда или набрать новую команду – молодежь с архипелага. Со временем жители Азорских островов научились охотиться на китов, освоили новую технику и материалы и построили на берегу станции наблюдения за китами. Но охота за китами не стала здесь постоянной профессией. Этим занимались рыбаки, мастеровые или фермеры, которые меняли свою профессию всякий раз, когда появлялись киты. Во второй половине 20 века было решено положить конец охоте на китов. В 1981 году было убито 137 китов, в 1982 – 94, а в 1983 – всего 19. В 1983 году была официально запрещена индустрия охоты на китов. Последние три кита были убиты в 1987 году. С тех пор художники и продавцы сувениров используют китовые кости и зубы лишь из своих запасов. Кашалоты – это особенность Азорских островов. В основном здесь можно увидеть самок, которые выращивают свое потомство. Они могут весить целых 50 тонн. Часто они заплывают на глубины до 350 метров. А самцы ныряют еще глубже. Погружение может длиться от 20 до 80 минут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Азорские острова прочно входят в десятку лучших мест в мире для дайвинга. Это неудивительно, учитывая биологическое разнообразие этих мест. Однако эти воды не годятся для новичков. С местными сильными течениями может справиться только опытный и сильный дайвер. Те, кто нырял здесь, навсегда сохранят в память незабываемые моменты погружения у Азорских островов. Хотя весьма сомнительно, что они переживут такие же моменты, как наш страхующий дайвер. Советуем не повторять. Просто полюбуйтесь балетом ныряльщика и манты. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благодаря своему географическому положению Девять островов посреди Атлантики определяют погоду в Европе Знаменитый Азорский антициклон создает настроение всей Центральной Европе С другой стороны, погода на самих Азорских островах нестабильная Лучше всего ее можно назвать переменчивой Иногда могут неожиданно налетать жестокие шторма с сильными ветрами На Азорских островах свой климат Дождь, туман и солнце могут появляться попеременно в течение дня Поэтому здесь довольно устойчивая влажность круглый год Дожди и солнце могут сменять друг друга попеременно Если утром небо затянуто облаками, это не значит, что днем не появится солнце Но можете сразу позабыть про свои надежды на постоянное солнце Обычно здесь не бывает крайних температур, дикой жары или такого же холода Теплый Гольфстрим гарантирует приемлемую температуру Особенно летом, когда Центр Азорского антициклона расположен над архипелагом Могут быстро сформироваться кучевые облака, но они останутся в горах Субтитры создавал DimaTorzok Азорские острова – одно из последних райских мест на Земле Последний бастион Европы в Атлантике приветствует своих гостей тысячами историй и необычных уголков Подводное биологическое разнообразие очаровывает На Азорских островах произошло переосмысление стиля жизни Здесь серьезно относятся к сохранению природы Даже при том, что экономические ограничения задают очень жесткие лимиты Мы лишь надеемся, что политики, управляющие островами Сумеют удержать баланс экономики и экологии Чтобы сохранить последний рай на Земле Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok